Дорогие братья и сестры, только что вместе с вами мы совершали молитвы и мы слышали Евангелие от апостола и евангелиста Луки. И в этом отливке сегодня Святая Богославная Церковь предлагает для нас назидательное чтение, в котором говорится о том, как Господь наш, Иисус Христос, пошел в Синогонку. И здесь Он совершал общую соборную молитву вместе со всеми. И здесь Господь увидел одну женщину, которая находилась в неестественном положении. Она была скорчна, как было сказано, и глаза ее были из древних земли, а она не могла выпрямиться в полный рост, чтобы обратиться к горе, к Богу. Несмотря на это, она приходила в эту Синогонку и совершала вместе со своими близкими молитвами. И вот Господь увидел эту несчастную женщину, Он подошел к ней, возложил на нее руки и сказал, что ты исцеляешься от духа немощи, который ты имеешь. И в этот момент, братья и сестры, эта женщина расстрелилась и, как сказано, воздала славу Богу. Но мы видим, братья и сестры, что в этом случае старейший на Синогоге, он разозлился и стал говорить, обращаясь к народу, «Зачем вы приходите исцеляться в субботний день, в день покоя? Есть шесть дней, когда вы будете цариться». И вот Господь посмотрел на него, сказал лицемер, «Не каждый из вас развязывает осла или валау в язве с ним и ведет его на водопой, чтобы обоить его водой». И народ, видя вот это чудо, видя, как Господь уступил к старейшему, он возрадовался и воздал славу Богу. Братья и сестры, в этом отрывке мы видим вот эту вот несчастную женщину, которая в протяжении 18 лет в таком смиренном, согненном положении, несмотря на, может быть, безгривые взгляды со стороны окружающих, она, несмотря ни на что, шла в Синогогу. В то время, когда еврейский народ был возвращен из плена, когда не было еще построен восстановленный храм русалинский, строились такие так называемые Синогоги, где они собирались для чтения пророчеств Ветхого Завета, для разъяснения их. Также они там воспевали псалмы. И впоследствии, когда уже был восстановлен храм, множество этих Синогог было в Иерусалиме. И там также собирались не для жертвоприношения, а для вот таких вот разъяснения Священного Писания и иудейских народов. Вот эта вот женщина, она непреклонно, непрестанно приходила к Синогогу, слушала вот эти вот пророчества о пришествии в мир Спасителя. И в этот же день она пришла, как обычно, к Синогогу. Она не чаяла от такого-то исцеления, а она пришла для того, чтобы услышать о том, как придет в мир Грессия, который подаст спасение всему человеческому роду. И вот сам Господь пришел в этот день, видел эту женщину и исцелил ее. Сказано, что она в течение 18 лет болела этим нету. Но также сказано, братья и сестры, что она имела Духа нечистого, который был подпущен для нее. И вот из этого она имела такое положение. И вот Господь исцеляет ее, изгоняет этого злого Духа, Духа немощи. И она исцеляется и Духом, да братья и сестры, и телесным. Она дает славу Богу. То есть она освобождается от этого Духа. И уже в здравии и телесном, и освободившись от этого злого Духа, нам отдает Богу Богу. Конечно, вот это Евангелие, братья и сестры, мы можем разделить как бы на две части. В первой части для нас предстоит вот этого женщина и Господь, который ее исцеляет. Во второй части мы видим обличение в лицемерии вот этого начальника синагоги, который был в тот момент, находился в мире. Какое же позитание мы должны взять для себя, братья и сестры, из этого рода? На примере этой женщины, братья и сестры, каждый может увидеть себя. Да, мы как бы не имеем такой болезни, как у нее, в таком прямом смысле. Но несмотря на это у каждого из нас, братья и сестры, есть какие-то немощи, есть какие-то скорби, есть какие-то болезни, которые у каждого из нас. И что мы можем позаимствовать доброго в этой несчастной женщине и наши сестры? Прежде всего, мы можем позаимствовать у нее вот то терпение, то смирение, с которого она переносила, ту немощь, которая была в нее. И вот святые отцы говорят, что даже имея какие-то немощи, какие-то скорби, в зависимости от того, если у нас терпения для его нету, эти немощи и скорби, они могут или же увеличиться, или уменьшиться. Когда мы с терпением приносим скорби, которые на нашем жизненном пути, и тот крест, который мы несем, то Господь Сам помогает нам принести этот крест, те скорби и болезни, которые есть у каждого из нас. Но когда мы не имеем терпения, не имеем вот это его широкое сердце, как говорят святые отцы, тогда эти скорби и болезни становятся еще более учащенными для нас. Человек может впадать в ропот, и вот из-за этого мучения, вот этого нетерпения, вот эти скорби и болезни, они становятся еще больше против сосудов. Поэтому, конечно, пример этой женщины показывает для нас, как мы должны нести свой крест как мы должны со смирением и стерпением, несмотря ни на что, братья и сестры, приходить в храм Божий, пока она приходила в Синогогу. Да, порой мы себя оправдываем, что я горен, что у меня такая либо болезнь, сегодня я останусь дома, потому что я немощен. Но, братья и сестры, посмотрите на эту женщину, имеет такой серьезный порог, она, несмотря ни на что, приходила в храм, приходила в Синогогу, и молилась. Поэтому, конечно же, очень часто за этим оправданием, самооправданием, всегда жалением, мы теряем самое главное, братья и сестры, мы теряем общение с Богом, теряем встречу с Богом, теряем ту благодать, которую Господь дает нам в храме, во время молитвы, во время общественного богослужения. И вот сегодня мы тоже вместе собрались, и вы будете причащаться, вы будете встречаться с Господом, как Господь возложил руки на эту женщину, так и сегодня, Господь каждому из вас, кто будет причащаться и прикоснется, но также Он прикасается и в молитве, и невидимо благодатью в храме, когда мы находимся, братья и сестры. Как я уже сказал, Господь не чуждался от этих вот общественных соборных молитв, но вот Он, наоборот, Он их соблюдал, и вместе со всеми соборно Он приходил в храм, к Синогогу. И вот в одном из отрывков от любви мы слышим такие слова, что Господь пошел и стал чести, то есть Он читал вот эти вот вот эти вот заветные пророчества, и все глаза в Синогоге были устремлены на Него. И в сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, мы видим также пример вот этого нечестивого, старейшиной Синогоги. Почему так произошло? Ведь, наверное, не сразу Он пришел в такое состояние жестокосвердия от этого огамененного сердца. Казалось бы, на глазах у всех эта женщина избавилась от этого страшного недуга. Стоило только радоваться и хвалить Бога, но, несмотря на это, Его огамененное сердце, оно осталось таким же, и еще больше Он стал говорить, что почему Вы приходите в этот день целиться? Он не мог напрямую обвинить в этом Господа, потому что чудо было явно, братья и сестры. А Он стал обращаться к народу и говорит, зачем Вы приходите и нарушаете субботу покоя. Господь, конечно же, обличил Его, назвал Его лицемером. Почему так произошло, братья и сестры? Очень часто в нашей жизни тоже так происходит. Вот этот старейшина Синагога, Он чувствовал себя полновластным таким вот властителем вот в этой Синагоге. Он считал, что все вот эти вот дары билосердия, вся власть, учись и так далее, принадлежит Ему, и что Он главный здесь. И вот когда Он увидел, как Господь пришел смиренно и стрелил эту несчастную женщину, то Он возритновал и из зависти, из-за своего за жестокосердие, Он сказал это. И вот зависть, братья и сестры, это один из страшных пороков, который может обладать нами. А ведь на самом деле, если кто-либо обладает таким-либо даром, мы должны радоваться, хвалить Бога, потому что все мы вместе, мы вместе единое тело Христова, мы христиане. И как в теле у каждого члена есть какие-то свои различные функции и различные действия, и нужная рука, и нужная нога, так же и мы, если мы видим, что у нашего Христа есть какие-то дары, которые дал Ему Господь, мы должны благодарить Бога и вместе радоваться и хвалить Бога. Это страшный порок зависти, братья и сестры, к чему привел, что Господь обратил на Его адрес и слово лицемер. Братья и сестры, конечно же, вот этот образ, эта испорченная женщина, и церкви отцеплокует, как образ скорченной нашей души. Вот мы недавно слышали Евангелие о том, как некоторый человек шел из Иерусалима в Эрихон. По сути, он шел из Старства и Небесного, он шел из земли, где находился Храм Божий, где находился Господь, он шел в город греха. И вот так же часто и наша душа, она может отвращаться от Бога, и может прилегляться каким-то вот земным радостям, земным удовольствием. Конечно же, они могут быть, эти радости, земные, но если они преобладают над нашим духовным стремлением, как мы слышали сегодня, гореем сердца, благодарим Господа, то тогда это заплевает наше духовное состояние, братья и сестры. И вот мы видим, что эта женщина всю вот эти 18 лет она смотрела только в землю. Она не видела ничего, что было в это прекрасное небо, не могла поднять голову к небу и воздать под угол. И очень часто, братья и сестры, мы употребляемся вот этому вот состоянию. Вот мы словно потеряли что-то на этой земле, мы становились ищем, и мы не можем поднять голову к небу, не можем поднять голову к Богу, чтобы иметь наши сердца упрямленными и спасить. И вот, братья и сестры, пример этой скорченной женщины это пример скорченной нашей души, которая обремена грехами, которая ищет только земных радостей, земных удовольствий. И вот на ее примере Господь показывает нам, чтобы мы имели горе сердца, чтобы мы благодарили Бога, братья и сестры. Поэтому сегодня и в течение вот этой недели, которая будет, каждый из нас может периодически возвращаться в образу этой женщины и сравнивать себя и свое состояние, свои дела, свои мысли, свои поступки, свое расположение сердца. В течение этой недели мы можем возвращаться к этому Евангелию и вновь, и вновь, сравнивать его со своей жизнью. Для того, чтобы не уподобиться вот этому вот лицемеру и для того, чтобы наша душа не была обладала вот этим вот миром, в котором мы живем. Потому что здесь мы находимся временно, братья и сестры, мы должны воспрямить и должны все-таки свое сердце устремить к горнему Иерусалиму, которое мы потеряли. Вот в этом заключается наша задача братья и сестры. И для этого нам дал пост как средство, рождественский пост для того, чтобы мы подготовились к встрече с Господом, чтобы он подобно вот этой женщине возложил в нас руки и сцепил нас от наших телесных, душевных недугов, чтобы мы могли чистым сердцем славить Бога в Царстве и Небесном. Слава себе Боже наше, слава себе. Аминь. Аминь.